Приветствую вас. Советовать, конечно, о том, советовать то, как быть с этим, достаточно сложно, потому что не советовать нужно, а прорабатывать ваш страх. Страх, он нуждается в первую очередь всегда в рационализации. То есть страх нужно рационализировать. Например, вот вы говорите, я просыпаюсь ночью и вскакиваю, бегу к дочерям, к своим детям, бегу, проверяю их, как они там у меня. Это вы говорите. Вопрос возникает, почему вы бежите? Потому что вы боитесь, что... Или что-то случится. Боитесь, потому что однажды была такая ситуация, что дочь ваша серьезно болела. И ее серьезная болезнь заставила вас теперь уже думать об этом именно в таком контексте. То есть в контексте того, что действительно-действительно может что-то произойти, что-то случится, что-то плохое случится. Но проблема случится в том, что тогда была ситуация, и она, к сожалению, эта ситуация была скорее исключительной, чем типовой. Типовой, да, она была исключительной, и, соответственно, вам нужно для себя научиться различать. Различать тогда ситуацию и ситуацию сейчас. Вы говорите, старшая дочь серьезно болела. Она болела, и тогда она нуждалась в уходе. Действительно. Тогда, когда она болела, она нуждалась в серьезном, настоящем уходе. Сейчас, когда ваша дочь не болеет, и когда никто из ваших дочерей не болеет, и не могут запалеть вот так, чтобы у них прекратилось дыхание, вам необходимо, когда вы скакивает ночью с постели, вам необходимо задавать себе такой вопрос. Имеется ли основание для моих подозрений? Имеется ли основание для того, чтобы думать, что с дочерью что-то случилось, с дочерьми что-то случилось? Если этих оснований нет, то прямо берете и постоянно спрашиваетесь. Есть основания, нет оснований. Есть основания, нет оснований. Если вот значит, что оснований нет, то просто нужно брать и вот так себя постоянно уговаривать. Все хорошо, ничего не случилось, основания беспокоиться нет, и так далее, и так далее, и так далее. И вам необходимо вот устраивать новую модель поведения. Вам необходимо устраивать новый какой-то элемент поведения. Тем не менее, говоря о субъективной стороне вопроса, говоря о том, почему вы так испугались, вполне возможно, речь здесь можно вести о том, что имеет, может быть, место чувство вины перед дочерьми, возможно, имеет место быть, там, какая-то неуверенность в себе, и так далее. Возможно, имеет место быть чрезмерная связь с детьми и отсутствие своей личной жизни. Возможно, имеет место быть, ну, накапливающаяся усталость, у вас накапливающаяся усталость, которая мешает, собственно говоря, вам, ну, например, там, в полной мере, допустим, как бы отдыхать. И тогда речь можно вести о том, чтобы вам осваивать какие-то новые модели релаксанские, чтобы больше думать о себе, как вам указала коллега, да, и так далее. Если есть чувство вины, то это чувство вины необходимо проработать, что-то в себе принять. Например, тот факт, что вы не могли и не можете, и не будете никогда иметь возможность предугадать и предвидеть все последствия того, что может произойти с вашими дочерьми. Это невозможно. Соответственно, если вы будете двигаться в этом направлении, да, то есть, с одной стороны, стараться рационализировать свой страх, с другой стороны, стараться больше думать о себе. То есть, концентрироваться в большей степени на роли женщины, на роли социального субъекта, чем на роли матери, если вы позволите себе вот это сделать, ну, тогда у вас появится реальный шанс на то, чтобы от страха избавиться, на то, чтобы с отраком совладать. Потому что есть определенные условия для того, чтобы этот страх жил. И эти условия, они, как бы, будут с вами до тех пор, пока вы будете позволять им находиться с вами. Если вы обратите внимание на вот эти вот аспекты, которые я вам предоставлю, если вы будете двигаться в направлении этих аспектов, если вы будете стремиться к тому, чтобы осваивать то, о чем я вам сказал, то, соответственно, тогда у вас и возможность появится для того, чтобы уменьшить основы для страх. А пока нету такого у вас, пока вы двигаетесь, значит, движимы, точнее, пока вы, тем, что с вами случилось, пока вы не пытаетесь разобраться прямо, вот, заранее, как бы, заново пережить то, что с вами произошло, пока вы не пытаетесь получить истинные понятия того, что с вами случилось, пока вы не разберете своих воспоминаниях и не установите реальную причинно-следственную связь между тем, что произошло и результатом, и пока вы не будете этой причинно-следственной связью руководствоваться, боюсь, у вас так и будут проблемы. И, к сожалению, к сожалению, шанс того, что вы сами сможете решить вот свою проблему, сами сможете избавиться от страха, он очень маленький, потому что страх убирается через обсуждение. Вот я не знаю, есть ли у вас, например, возможность с кем-то поговорить, есть ли у вас возможность, например, расслабиться с кем-то, есть ли у вас возможность, например, с кем-то душой отдохнуть, допустим, если есть, то насколько активно вы пользуетесь этой возможностью, а если нет, то почему нет? Ответы на эти вопросы необходимо обязательно для себя сформулировать и осмотреться не столько, например, именно причин для страхов, которые тоже могут быть, сколько на условия существования этих страхов, на условия того, чего именно вы боитесь. Понимаете, здоровью людей всегда что-то угрожает. Любому ребенку всегда что-то угрожает. Но, понимаете, если вы будете загонять себя, если вы не будете любить себя, если вы не будете заботиться о себе, и если вы будете несчастны и постоянно драться, трястись над своими детьми, то и они не будут счастливы, и они не будут свободны. А это вред по всем фронтам для всех, для вас и для них. И хотя бы ради них, ради того, чтобы дети были свободны, чтобы они свободно развивались, чтобы они росли естественно, но вам нужно самой начать больше внимания обращать на себя, и самой постоянно себя одергивать вопросом, вопросом о том, есть ли реальная опасность. есть ли реальная опасность, на чем я основываю свои мысли, да? Вот, например, вы сидите, допустим, в комнате, где, ну, например, холодно. Ну, то есть, прохладно, вы чувствуете эту прохладу, вы знаете, что, конечно, это прямо не такой серьезный холод, не угрожающий вашей жизни, но тем не менее, холодно. И вопрос, который я хочу вам додать. Вы же, наверное, понимаете, что этот холод, точнее, наличие холода, полностью исключает возможность перегрева, вашего перегрева, я имею в виду. Уверен, вы не будете бояться того, что вы как-то перегреетесь, и вам будет в итоге плохо, вам будет в итоге как-то не по себе. Почему? Ну, совершенно очевидно, что, вы знаете, у вас есть рациональное, логическое объяснение тому, почему не будет перегрева. И вот, по сути это дело, по сути это дело, именно это вам и нужно делать постоянно. Все время. То есть, все время и постоянно задавать себе вопрос, а реально ли то, чего я боюсь? Есть ли какие-то факты, которые, ну, как бы, подтверждают обравданность, обоснованность моих страхов? Если факты обоснованы, если опасность реальна, то я возьму, например, я пойду и сделаю что-то, что нужно для ликвидации опасности. А если опасности реальный нерв, то мне не нужна операция, и я ошибаюсь. А если я ошибаюсь, то мое действие не верно, и я руководствуюсь неверными мотивами. И, соответственно, совершаю действия, которые, ну, скажем так, вредны для тех, кто рядом со мной. Например. Вредны для тех, кто, например, вредны для детей, например, вредны, там, для меня самой и так далее. Вот об этом вам и нужно думать. И чем лучше, чем, как бы, ну, чаще вы будете отдергивать себя, тем быстрее ваш страх уйдет. Но то, что я сказал, то, что вот я до вас постарался донести, это, ну, к сожалению, это, знаете как, это некие такие общие моменты, на мой взгляд. То есть это даже не то, что общие, это такие частные моменты, частные случаи. Для того, чтобы избавиться от страха, необходимо изменение деятельности. Деятельности в целом. Не чего-то такого конкретно отдельного. А деятельность в целом. Одергиваете себя, например. Вы молодец, что одергиваете себя хорошо. Но если условия вашего существования таковы, что вы, например, постоянно в напряжении, то одергивание тоже может не привести ни к чему хорошему. И поэтому еще раз скажем, что необходим подход, я бы сказал, по совокупности. Чем более многосторонним будет ваш подход, тем лучше будет для вас, и тем быстрее вы избавитесь от своих страхов. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Продолжение следует...